Добрый вечер, дорогие друзья! Мы с вами очень давно не виделись, мы снова в прямом эфире. И сегодня у нас будет с вами вебинар «Поговорим о здоровье». Вебинар делается для участников годовой программы Кораллового клуба. Ну, не только Кораллового клуба, мы будем работать со всеми, кто интересуется своим здоровьем, и кто хочет быть здоровым на долгие годы. И поэтому мы будем с вами в течение всего этого года, сейчас сентябрь, учебный год начался, и, безусловно, нам надо начинать наши учебные программы. Лето вы отдохнули, я думаю, что вы использовали его с пользой для здоровья, поэтому мы начинаем обучаться, как быть здоровыми, каким образом сохранять свое здоровье, как сделать так, чтобы жизнь была долгой, интересной, энергичной, и что мы можем сделать, что мы не можем сделать, что зависит от нас, что не зависит от нас. И очень важно, чтобы мы понимали, что не все в этой жизни зависит от нас вообще. Но, тем не менее, очень многое. Вот Академия уже в течение 15 лет обучает людей по всему миру сохранять свое здоровье. И некоторое время назад мы запустили формат годовой программы. Эта годовая программа стартовала одновременно в нескольких странах. По-моему, в пяти или в семи странах. И мы получаем от вас очень большую обратную связь, как чувствуют себя люди, которые уже подключились к этой программе. Но я, честно говоря, довольна, потому что ту обратную связь, которую мы получаем, мы все систематизируем, мы изучаем ее, мы смотрим, каким образом помочь вам еще. И результаты меня очень радуют, потому что люди избавляются от таких заболеваний, от которых они вообще не мечтали избавиться. У них нормализуются функции организма, они выздоравливают, прям практически реально выздоравливают. И вот это нас радует больше всего, потому что по жизни нас радуют в основном только результаты. Мне очень интересно, как проходит процесс, потому что всю свою жизнь я мечтала выйти на общий уровень преподавания здоровья, на философию здоровья, потому что я на самом деле очень долгое время занималась диагностиками, занималась лечением, занималась очень серьезными больными, которым нужна была, безусловно, постоянная помощь. Но я пришла к выводу, что если человек ничему не учится сам, то врач мало чем ему поможет, потому что на самом деле врачи могут многое, но не все. И очень важно, чтобы сами люди получали информацию о здоровье, чтобы сами люди занимались собой, чтобы сами люди знали основы здоровья. И вот мы об этом будем говорить и в этом году тоже, и в рамках этой годовой программы. Мы сегодня с вами будем общаться в течение часа с небольшим, и эта запись, естественно, будет на сайте www.butakowa.info.butakowa.com в портале, ну, для вас это кнопочка «Участники годовой программы». И мы приглашали в основном сейчас участников годовой программы. Если вы не являетесь участником годовой программы, ничего страшного, может быть, вы захотите. Но я всегда говорю так, что мы работаем в основном для тех, кто действительно хочет с собой что-то делать. Все, что я буду сегодня рассказывать, это очень нужно, очень важно, и это продвинет вас в понимание общей философии здоровья. Я вижу ваш чат, и я уже со всеми поздоровалась, и с белорусами, и с Петербургом, и со всеми другими, так сказать, людьми. И то, что вы будете писать в чат, я вижу. Поэтому, если вы будете задавать вопросы, я прямо в режиме прямого эфира буду отвечать. Мы всегда работаем в прямом эфире, поэтому вы можете мне задать вопросы. Я сегодня постараюсь сделать вводное занятие по годовой программе, потому что, если вы будете работать сами в годовой программе, то, вероятно, вы захотите подключить своих друзей, своих людей, и им нужна будет начальная информация, потому что, на самом деле, о здоровье надо поговорить с самого начала. И вот это первое занятие, которое у нас идет по годовой программе, мы будем его проводить регулярно. Следующее занятие у нас будет 14 сентября, тоже в 20 часов. Поэтому приходите, приглашайте своих друзей. Мы будем идти дальше по нашим программам. И мы постараемся, чтобы весь год мы оказали вам посильную помощь в прохождении вами годовой программы. Сейчас мы включим слайды, и я буду тихонечко, с чувством, с толком, с расстановкой двигаться по программе. Вы можете мне задавать вопросы. И, так сказать, я постараюсь на эти вопросы ответить. Мы работаем в основном для Кораллова клуба, и именно для Кораллова клуба мы предлагаем эту универсальную технологию оздоровления и поддержания оптимального уровня здоровья человека на протяжении всей жизни. Итак, годовая программа оздоровления. Что это такое? Что она подразумевает? Каким образом она будет проходить? Мы сейчас ответим на все эти вопросы, но сначала мы поговорим об общей философии здоровья. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, самые часто задаваемые вопросы, которые люди задают по жизни себе, задают друг другу, задают врачам. Эти вопросы очень важные, и мы на них должны обязательно ответить. От чего зависит наше здоровье? Очень серьезный вопрос, потому что здоровье зависит от всего. И, к сожалению, от всего одновременно. Существует более 12 групп причин заболеваний. Если вы в интернете посмотрите, вы найдете, по сути дела, наш семинар «12 групп причин заболеваний». Я не буду сегодня глубоко к ним возвращаться, но наше здоровье зависит практически от всего. И от наследственности, и от экологии, от состояния воздушных ресурсов, от состояния водных ресурсов, от стрессов, от работы, от наследственности, от травм, от биоэнергетики, от воздействия на нас агрессивного биологического мира, от врачей, от приема медикаментов, от всего, от всего, от всего. И от всего, к сожалению, одновременно. Поэтому разобраться в здоровье на самом деле не так просто. И минимизировать вот это воздействие на наше здоровье нужно обязательно. Можно ли самостоятельно заниматься своим здоровьем? Да, конечно, можно. Безусловно, потому что здоровье – это наш главный ресурс. И если бы мы не могли самостоятельно заниматься своим здоровьем, то говорить было бы вообще не о чем. Потому что именно здоровье, а не болезнь, кстати, это наша собственная проблема или наша собственная задача, решение которой мы должны найти в течение жизни. Потому что когда человек заболевает, это уже болезнь. И на вопрос, можно ли заниматься самолечением болезней, я бы сказала, скорее, нет, чем да. Потому что, ну, во-первых, для этого нужны знания. Во-вторых, для этого нужно понимать, что такое болезни. В-третьих, надо понимать, каким образом эти болезни формируются, как они развиваются, и что надо делать для того, чтобы эти болезни минимизировать в организме. Можно ли заниматься самолечением детей, маленьких, например, до года, использовать на них разные альтернативные методики. Я знаю, что люди изучают концепции многих стран и конфессий. И в них совершенно неприемлемые для нас есть методы. И когда я, например, узнаю, что семья занимается сухим голоданием, или, например, семья 100% вегетарианская, и в этом вегетарианском, так сказать, в этой вегетарианской системе питания участвуют малолетние дети, мне хочется сказать, что это немножечко неправильно. Потому что, на самом деле, детскому растущему организму система вегетарианства не очень подходит. Хотя, в принципе, есть народы, которые живут в этой системе. Поэтому здоровьем заниматься можно. И здоровьем заниматься нужно. Но вот если вы заболели, что такое болезнь? Болезнь произошла от слова «боль». И что такое боль? Боль – это симптом, скажем так, каких-то неполадок в организме. Кстати, вы можете мне написать сейчас прямо, я вам буду периодически задавать вопросы в чате, с вашей точки зрения, что такое болезнь. И это очень важный вопрос, потому что очень сложно понять, вы уже больны или еще не больны? Или вы вообще, в принципе, излечимы? Или ваши заболевания относятся к разряду, допустим, неизлечимых заболеваний? Но есть такие заболевания, которые врачи говорят, что они не могут вылечить. И человек всю жизнь начинает посвящать лечению именно этого заболевания. Его жизнь превращается в сплошную каторгу, потому что он понимает, что он пытается догнать ушедший поезд. И очень важно, чтобы мы понимали, что болезнь – это не совсем то, что мы о ней думаем. Слово «боль» – это скорее сигнал каких-то непорядков в организме, на которые организм пытается обратить свое внимание. Если вам будет интересно, мы об этом немножечко поговорим. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. И вот я сейчас посмотрю, проверю чат. Он у меня идет, не идет. Да, да, идет. Чат у меня идет. Болезнь – это нарушение энергетического баланса организма. Ну, замечательно. В принципе, да. Между прочим, вы правильно абсолютно сказали, что болезнь – это именно нарушение энергетики. Хотя, в общем, врачи так не считают, потому что у нас врачи энергетикой не занимаются. Так, всем привет из США. Да, замечательно. И вам тоже привет. Так вот, вот смотрите, как болезни зашифрованы в наши, скажем так, в наш язык. Вот, например, у нас есть слово «позвоночник». И человек говорит, у меня болит позвонок. В слове «позвонок» корень «звонок». То есть и всегда, когда болит позвоночник, это звонок, что что-то в организме неблагоприятно протекает. Может быть, нарушилась осанка. Может быть, есть какое-то повреждение. То есть все, что связано со звонками, это звоночки нам, чтобы мы прекратили это делать. Например, насморк – это болезнь или не болезнь? Ну да, все врачи вам скажут, что это 100% болезнь. На самом деле, это борьба организма за свою жизнеспособность с просьбой вывести из организма токсины, вирусы, продукты распада этих вирусов, или бактерий, или грибов. И поэтому не все, что мы называем болезнью, на самом деле является болезнью. Что-то является защитой. Что-то является сигналом организма о помощи. Что-то является, скажем так, очищающим процессом. Что-то является защитным процессом. Что-то является процессом, скажем так, ну, можно сказать, наказательным. Есть такие процессы, которые можно расценить как наказание за несоблюдение каких-то правил, общечеловеческих правил здорового образа жизни. Потому что на самом деле у человека должна быть какая-то концепция здоровья. У человека должны быть какие-то, ну, вот был, например, кодекс здоровья солеранцев. Или была, например, в Торе, например, 640 пунктов посвящены здоровью. Или, например, в Ведах. Поэтому история оздоровления и сведения о здоровье, они уходят корнями в глубоко-глубоко в далекое наше прошлое. И поэтому мы совершенно неправильно иногда называем болезнью то, что является защитой или, например, очищением. Итак, почему в медицине снизилась эффективность лечения болезней? Вот это очень серьезный вопрос. Медицина – это наука эмпирическая. Хотя сейчас она выходит на совершенно потрясающие рубежи. И через буквально несколько лет мы научимся лечить самые сложные заболевания. Это и раковые заболевания, и диабет, это и гепатиты, А, Б, С, Е. Это и различные другие, это и серьезные заболевания, связанные с генетикой. Потому что каждые 2-3 года знания о медицине удваиваются, утраиваются. И вы сами понимаете, что скорость сейчас научных открытий, она просто усиливается в геометрической прогрессии. И вот эта геометрическая прогрессия вся направлена на то, чтобы человек меньше болел. То есть об этом заботятся ученые, об этом заботятся врачи. Но, к сожалению, об этом пока еще не заботятся сами люди. И очень важно, чтобы мы помогали медицине, помогали посильно своим трудом. Но хотя бы не вредили своему организму, и хотя бы не разрушали свой организм еще до того, как медицина выйдет на рубежи лечения всех заболеваний. Как врачи ставят диагнозы? Мы об этом сегодня поговорим. Я вам покажу, что поставить диагноз правильный практически невозможно. И вы поймете, что врачи находятся в очень сложной ситуации. Потому что в этой эмпирической несистемной науке, такой как медицина, достаточно сложно сориентироваться. Но мы не просто будем говорить о том, что плохо в медицине. На самом деле в медицине не все плохо. Там есть очень хорошие и обнадеживающие сведения. Но мы не должны оставать от медицины в своем понимании. Потому что мы должны двигаться с медициной навстречу друг другу. Мы в зоне сохранения своего здоровья, а медицина в зоне помощи нам, если мы не смогли это сделать. Почему врачи часто ошибаются в постановке диагнозов? Мы тоже об этом с вами поговорим. Вот мне очень часто задают вопрос, можно ли на 100% доверять диагнозам. Напишите, пожалуйста, доверяете ли вы диагнозам, которые вам ставят врачи. И напишите, пожалуйста, на сколько процентов, чтобы мне было понятно, скажем так, температура в среднем по палате. Потому что кто-то доверяет, кто-то не очень доверяет. Я встречаюсь иногда с людьми, которые вообще не доверяют. Они говорят, что я не доверяю медицине, потому что вот у меня такое-такое-такое было осложнение, вот там мне врачи испортили. Но это, конечно, позиция не совсем правильная. Но, тем не менее, это можно понять только тогда, когда вы перенесете какие-то серьезные заболевания. Все-таки врачи делают очень хорошую, очень нужную, очень важную работу. Другое дело, что вы, мы совершенно безграмотны. И поэтому мы даже не можем проконтролировать врача. Мы не можем идти ему навстречу, потому что врач иногда не имеет просто физически времени, желания, настроения, энергии для того, чтобы вам помочь. И действительно, когда мы сами собой занимаемся, а я очень много занимаюсь сопровождением больных, различных, проведением их по различным медицинским учреждениям, потому что когда человеку нужна помощь, он сразу еще не вдруг ее получит. От чего зависит то, что мы выздоровеем? Лично от нас или от медицины, или от врача, или от родственников, которые будут помогать? Это тоже очень хороший вопрос. Я скажу так, от всех зависит. Вот от всех зависит. Реабилитация зависит и от медсестер, и от родственников, если человек тяжело болен. Но я вам хочу сказать, что здоровый образ жизни, он зависит только от нас. Только от нас, ни от кого больше. Никто не заставляет человека курить, никто не заставляет человека неправильно переходить дорогу. Вот 40 тысяч людей в России погибают каждый год только под колесами автомобилей. Нас же никто не заставляет перебегать дорогу между струйками по 8 полосам. То есть мы это делаем сами. Мы сами невнимательно к себе относимся. И поэтому в системе здорового образа очень важную, скажем так, модель играет защита организма, защита себя, защита детей. И мы должны об этом говорить вновь, вновь и вновь. Потому что чем больше людей будет об этом говорить, тем больше людей смогут не просто не заболеть, а уберечься от болезней. Очень много в мире существует диагностик различных. И их становится с каждым днем все больше, больше и больше. Мы об этом тоже немножечко потом поговорим. И очень часто задают вопрос, а можно ли доверять разным диагностикам? Ну, я думаю, что диагностикам можно доверять, но все в этой жизни надо проверять. И, собственно, как сохранить собственное здоровье, вот это является самый важный вопрос. Каким же образом сохранить собственное здоровье? Итак, мы сейчас поговорим немножечко о модели, чтобы вы поняли, в каком положении находятся врачи. И вам сразу станет понятно, что врач находится в сложной ситуации на самом деле. Следующий слайд сделайте, пожалуйста. Вот посмотрите, многоуровневая модель строения организма. Первый уровень у нас атомарный. Вот смотрите сразу в центр круга, и первый уровень у нас атомарный. То есть на концепции атомов работают целые страны, целые континенты. Это Китай, это Индия, это Япония. То есть они занимаются только энергиями. Вот написали вы, что здоровье – это нарушение баланса энергетики в организме. Вот вы смотрели в самую точку, в самую цель, в самый центр этой проблемы. Да, действительно. Чем дальше от центра к периферии мы пойдем, тем менее эффективное будет лечение. Безусловно, самое эффективное лечение происходит на атомарном уровне, на уровне энергетики, на уровне энергии, на уровне программ. Это мы еще взяли только наше тело, а еще существуют и другие тела в нашем организме. И вообще существует взаимосвязь человека с окружающим миром. Второй уровень – это молекулярный уровень. На молекулярном уровне не работают генетики. Генетики – это ученые, которые расшифровывают молекулы ДНК, которые занимаются наследственностью, которые занимаются генетической патологией. И это люди, которые делают очень важную и очень нужную работу. И существует действительно молекулярно-генетическая экспертиза. И всем беременным женщинам, в связи с тем, что участились случаи рождения детей больных, что участились случаи появления генетических деформаций, рекомендуется делать генетическую экспертизу еще до рождения ребенка, потому что огромное количество генетически неполноценных людей. Это связано опять же с теми 12 группами причин, с экологией, это связано с психологией, это связано с тяжелыми условиями физического и интеллектуального труда, потому что на самом деле люди действительно находятся в зоне электрического смога. Они работают в таких электронно-электрических полях различных, что практически, если беременная женщина до 3-4 месяцев, она в 7 только месяцев уходит в декрет, не имеет возможности находиться вне зоны электросмога, вне зоны электроволн, в том числе различных КВЧ, СВЧ и так далее, то шанс родить здорового ребенка, в общем, значительно уменьшается. Дальше у нас идет уровень клетки. На ней тоже работают врачи генетики. И по клетке мы можем уже сказать о состоянии организма. То есть вот представьте себе, что эти уровни между собой не связаны. Представьте себе, что существуют различные конфессии, различные врачи, которые занимаются отдельными уровнями. И человек, который занимается атомарным уровнем здоровья на уровне энергетики, он никогда не поймет человека, который занимается уровнем здоровья на уровне клетки, например, потому что это абсолютно разные врачи. У них разная знаниевая база. Дальше у нас идут ткани. У нас всего 4 ткани. Это нервная ткань, это эпителиальная ткань и еще несколько тканей. И на этом уровне работают уже хирурги. То есть они оперируют эти ткани, они их вырезают, они каким-то образом их оздоравливают. Например, что такое эндометриоз? Это распространение эпителиально-слистой клеток ткани, выстилающей, например, полость матки, в зону кишечника или в зону легких. То есть перемещение тканей. Но это достаточно серьезная проблема. Попробуйте ее остановить. Следующий уровень – это органный уровень. То есть это органы, это сердце, печень, это кишечник, это почки, это вот желтый круг, который идет за голубым. Вам сейчас не надо ни читать, ни запоминать. Просто я хочу вам показать модель для того, чтобы вы поняли, каким образом, в каких условиях работают врачи и как вы сами можете работать в зоне либо диагнозов и болезней, либо здоровья и того пути выхода, который мы вам предлагаем. И органы, естественно, соединяются в системе организма. Мы эту систему преподаем уже 15 лет. Это наша собственная система, разработанная мной в Академии здоровья. И когда человек видит эту модель, ему сразу становится понятно, какой многоуровневый организм, какой он многогранный, какой он на самом деле системный. И на каждом уровне находятся разные врачи. Врач, который работает терапевтом, например, по сердечно-сосудистой системе или по лимфатической, или по иммунной системе, он никогда не поймет врача-биохимика, который работает на уровне высокомолекулярных соединений. Это второй уровень от центра. Но, тем не менее, мы пользуемся этим. На каждом уровне разные диагностики. Вот, например, у нас есть диагностика сердечно-сосудистой системы. Или у нас есть диагностика кардиография, или эхограмма, или УЗИ сосудов и сердца, доплерография и так далее. И в то же время у нас есть, например, биохимический анализ крови. И, конечно, врачи используют в своей практике все то, что мы можем использовать на разных уровнях. Вот, поэтому очень важно, чтобы мы понимали, каким образом распространяются, каким образом вообще получаются болезни. Значит так, давайте посмотрим, что тут у нас в чате. Значит так. Так, 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 так. Значит, нет, не доверяю. Примерно на 50-60%. Понятно, Валентина. Значит так, на 50%. Смотря какой врач. Ну, смотря какой врач. Ну, я надеюсь, что вам попадутся в вашей жизни только хорошие врачи, да? Но, тем не менее, есть о чем поговорить. Только 40%. Если четко сам прислушиваешься к симптомам, и у врача хватает терпения выслушать. Значит, врачу на вас выделено ровно 12 минут. И поэтому вопрос даже вообще не о том, чтобы выслушать. Вопрос о том, чтобы хотя бы быстро сообразить и записать. К врачам обращаюсь очень редко. Если приходится, то не очень-то доверяю, прислушиваясь к своему организму сама. Да, это правильно, если знаете, что слышать. 50 на 50. Вот обратите внимание. Можете еще продолжать писать, потому что активность надо свою немножечко повысить. Человек саморазвивается только через свои собственные действия. Я-то рассказываю, да, но когда вы параллельно еще думаете и отвечаете, у вас процесс усвоения идет гораздо лучше. Поэтому те вопросы, которые я вам задаю, пожалуйста, отвечайте на них. Итак, в принципе, вы уложились в мировую статистику. 50% людей не доверяют врачам. Вопрос, кому они доверяют? Они доверяют экстрасенсам, они доверяют диагностам, они доверяют, может быть, опыту своих знакомых, они доверяют передаче по здоровому образу жизни, они доверяют каким-то рекламным сведениям, которые есть в интернете, они доверяют книгам научно-популярным, которые они сами читали. То есть они проходят весь тот путь, который прошел врач когда-то давно, 7 лет его учили, для того, чтобы догнать врача. Но, друзья мои, этого не произойдет. Вы врача никогда не догоните, потому что он достаточно, так сказать, много времени посвятил этому изучению. И я вам сейчас покажу, что такое система диагностики, чтобы вы поняли, каким образом это работает. Вот мы имеем вот эту вот многоуровневую модель организма. Как же организм, как же понять, вообще здоров на самом деле ваш организм или нездоров? Существуют ли какие-то критерии вот этого здоровья организма? Потому что очень важно, чтобы человек понял тот момент, когда начинается заболевание. Вот это самое важное. Если он этот момент не отследит, то получается, что, например, у человека онкологическое заболевание, уже там третьей, четвертой стадии, а он только еще почувствовал и только еще начинает обращаться. Поэтому нам обязательно надо знать, каким образом существует критериальность вот этой критерии здоровья организма. У нас выделено 12 критериев. Я сегодня глубоко на них не буду останавливаться. Я думаю, что мы прочитаем вебинар по этим критериям и поместим сюда же его в режиме годовой программы. Потому что очень важно, чтобы вы сразу понимали, что когда человек уже имеет ненормальные параметры, он уже заболел. А он должен отслеживать свое состояние при минимальных условиях. То есть он хотя бы должен обратить на это внимание. Следующий слайд. Итак, у нас существует 12 констант жизни и здоровья. Эти 12 констант должен знать у себя практически каждый человек. Вот первая константа. Это артериальное давление. Артериальное давление 120 на 80, 115 на 70. Существует коридор нормы. Должно быть у каждого человека в течение жизни. Вот когда человек маленький, у него поменьше. Когда человек большой, у него побольше. Число сердечных сокращений. Число сердечных сокращений 72. Я сейчас 72-78. Я не буду сейчас глубоко вдаваться в эту тему. Я просто обозначу краешком, какие параметры надо отслеживать. Вот приходят люди и говорят, я себя хорошо чувствую. Я смотрю, допустим, меряю артериальное давление, число сердечных сокращений 100. То есть, что такое число сердечных сокращений 100? Сердце за свою жизнь сократится 4 миллиарда раз. Можете себе представить? 4 миллиарда раз. Вот представьте себе, что вместо того, чтобы сокращаться 72 удара в минуту и секунду отдыхать, секунду сокращаться, сердце сокращается 100 раз и не отдыхает. Вот если вы, например, поставите вот так вот руку или это вот на вытянутую руку поставите, попробуйте вот так вот сгибать палец 72 или кисть. 72 удара. Вот сейчас прям пробуйте. Вот я сгибаю, и вы сгибаете, да? 72 удара в минуту. Вот сгибаете. Еще, еще, еще. Потом вы мне напишите, пожалуйста, что вы чувствуете. Посгибайте хотя бы минуту. А сердце, это точно такая же мышца, как мышцы-сгибатели, да? И оно сокращается с рождения и до последнего дня жизни ни на секунду не останавливаясь. Можете понять, что это такое? Напишите мне, пожалуйста, свои ощущения сейчас, после того, как вы минуту сжимали руку и разжимали ее. Это я вас еще не прошу взять на вытянутую руку, например, ведро весом 3 килограмма. А если вы весите, например, 100 килограмм или 110 килограмм, и сердце вынуждено вас перемещать в пространстве. То есть вы можете себе представить, что такое вообще жизнь и сколько это сердце может сокращаться. Напишите, что вы сейчас насокращались, что вы насокращались, что вы почувствовали. Вот реально прямо напишите, что вы почувствовали в пальцах рук. Тогда вы поймете, как тяжело находится сердцу. Дыхательная система 16, дыхательных движений в минуту. Если этого не произойдет, значит, если кислорода не хватит, значит, сердце, скажем так, будет сбоить. И если число дыхания не соответствует, то кислорода в организм не зайдет нисколько. Не то, что сколько нужно, а мало зайдет кислорода. От этого зависит жизнь человека. Гемоглобин крови, белирубин, объем качества количества выделяемой мочи, вес тела, сахар крови, PH организма, жидкий свет организма, уровень лейкоцитов, температура, показатели холестерина. Вот это все константные данные. Эти константные данные должны у человека всю жизнь, с рождения и до смерти, находиться в пределах нормальных величин. И предел этих нормальных величин, он очень-очень узкий. То есть нам негде развернуться. Так, смотрим чат. Благодаря вашим лекциям спасла почки от камней позвоночника кожу. Ну, замечательно. Замечательно, миссис Сирена. Очень-очень хорошо. Значит, и благодаря нашим, кстати, лекциям, уже, ну, такое огромное количество людей спасло себя, своих родственников, потому что за 15 лет у нас накопились такие результаты, что просто невероятные. Если бы этого не было, то у нас не было уже ни сил, ни желания работать в этом направлении. Но ваши результаты, вот именно ваши результаты, они нас подвигают все время к тому, чтобы мы продолжали этим заниматься. Итак, константы. У нас будет отдельный вебинар по константам, и мы их изучим. Как их контролировать, как их возвращать в норму, если они ушли из этой нормы. То есть это очень важная степень самодиагностика организма. То есть не диагностика на каком-то, например, квантовом уровне, вы ее не проведете, или на молекулярном, или на генетическом, или на уровне органов, а именно диагностика вот системных констант, которые должны быть постоянно у человека в течение всей его жизни, именно, так сказать, в пределах нормы. Вот это очень важно. Как только одна из констант уходит из нормы, она выводит все константы из нормы. Итак, вот мы давайте ответим на вопрос, почему же в последнее время так много диагнозов ставится неправильно? Почему большинство заболеваний в наше время стали практически неизлечимы? Почему, когда вы приходите к врачу и говорите, что доктор, у меня гипертоническая болезнь, например, началась, или там повышенное давление, врач вам назначает таблетки на всю оставшуюся жизнь, которые вы будете должны принимать? Почему, если у вас повысился сахар, вас направляют на инъекции инсулина, и это тоже будет до конца жизни? То есть вот каким образом происходит система диагностики? И вообще, что такое диагноз? И имеет ли он какое-то отношение к здоровью? Вот это вот очень сложная проблема. Я вам уже сказала, наука идет эмпирически, и очень важно, чтобы мы понимали, что диагноз – это просто наше умозаключение, такое достаточно, ну, скажем так, противоречивое, потому что у нас, например, в некоторых странах вообще нет таких диагнозов, они выглядят совершенно по-другому. И китайский врач никогда не поймет японского, японский врач никогда не поймет английского или американского врача, русского врача, потому что абсолютно разные знаниевые базы. Я сейчас попрошу следующий слайд и объясню вам, каким образом формируются системы диагнозов. Вот посмотрите. Вам запоминать здесь ничего не надо. Это я показываю только для того, чтобы вы поняли, сколько приходится врачу в голове держать информации, чтобы поставить один-единственный диагноз. Вот у нас существует мировая практика постановки диагноза. Кстати, напишите мне, пожалуйста, ну, скажем так, часто ли вы ходите к врачу и много ли у вас диагнозов? Ну, у каждого человека может быть несколько диагнозов. У кого-то 2, у кого-то 12, у кого-то там 7, я не знаю. Вот если вы эту цифру знаете приблизительно, сколько диагнозов у вас от разных врачей, потому что каждый врач, который вы посещаете, ставит свой диагноз. Если вы пойдете к лору, это один диагноз, к терапевту, это другой, к невропатологу, это третий, к психиатру, это четвертый и так далее. Посетив достаточно большое количество врачей, вы получите достаточно большое количество диагнозов. И вопрос, насколько эти диагнозы совместимы, насколько они правомерны, насколько они правильно поставлены. Итак, смотрите. У нас существует мировая практика. Причина, симптом, синдром, диагностика и диагноз заболевания. Причин я вам уже говорила, 12 групп причин. Их очень много. Это экология, это образ жизни, вирусы, грибы, бактерии, гельминты простейшие, наследственность, это состояние кислорода, это стрессы, это нарушение движения, гиподинамия, это травмы, это возраст, это вредные привычки. И я еще могу продолжать. То есть огромное количество причин приводят к появлению различных диагнозов. Когда мы думаем, что мы заболели, мы не четко понимаем, заболели мы или не заболели, у нас появляются какие-то симптомы. И эти симптомы могут быть абсолютно разные. Кашель, насморк, температура, одышка, боли в различных частях тела, понос, интоксикации, поражение кожи и слизистых, высыпание различное на разных частях тела, головокружение, обмороки, бессонница, слабость, вялость, потеря энергии, усталость и огромное-огромное количество других симптомов. Нам бы сначала еще стоило разобраться, что из них является симптомами действительно болезней, а что из них является симптомами очищения. Потому что мы на самом деле иногда симптомы болезни путаем с симптомами борьбы организма, организма, так сказать, за собственное здоровье. И снижаем то, что не надо снижать, убираем то, что не надо убирать. Ну, самый простой пример, например, рвота. Что такое рвота, допустим, да? В организм что-то попало. Вирус, бактерия, грибок, отравленная еда, вот все, что хотите, могло попасть в наш организм, потому что мы на самом деле не сильно смотрим, что мы едим, да? И у нас возникает рвота. Врачу, скорее, хочется прекратить эту рвоту, но рвота является сигналом о том, что в организм что-то попало. Это еще не значит, что организм заболел. Это значит, что организм стремится убрать это изнутри, да? И если, так сказать, у человека это получается, один раз рвота, два раз рвота, три раз рвота, то, в принципе, организм может сам с этим справиться. Если мы рвоту прекратим, то организм 100% не справится, потому что то, что должно было уйти из организма, оно останется. Поэтому, когда мы говорим, вот меня тошнит, или вот меня, допустим, один раз вырвало. Если вырвало один раз, надо выпить воды, три раза по пол-литра вырвать, еще три-четыре раза, потому что один раз это недостаточно. Надо промыть организм. То есть каждый человек должен учиться промывать организм. Итак, симптомы указывают нам на то, что в организме что-то произошло. Что-то серьезное, или что-то несерьезное. Вообще, что-то произошло. Потому что, когда нас ничего не беспокоит, это значит, что полет нормальный, что все идет в организме замечательно, и что мы здоровы. Но, когда появляются симптомы, понятные, непонятные, есть такие симптомы, которые вообще ни к чему нельзя отнести. Например, слабость, вялость, головокружение. То есть человек решительно не понимает, что с ним могло случиться. Вчера еще этого не было, сегодня это уже есть. Эти симптомы складываются в синдромы. Синдромы – это комплекс симптомов. Например, кашель, температура, насморк, выделение из носа, ломота в мышцах, головная боль, головокружение, слабость, вялость, сонливость. Это синдром бронхолегочный. Он говорит о том, что в организм попало что-то, какой-то вирус, или какая-то инфекция, или какая-то бактерия. И легкие включили очистительно-выделительную функцию. Вот это называется бронхолегочный синдром. Сразу же присоединяется интоксикационный синдром. Сразу же присоединяется синдром иммунный, или иммунодефицитный в этом смысле. И вот таких синдромов тоже огромное количество. И бронхолегочный, и желудочно-кишечный, и сердечно-сосудистый, и суставной, и кожный, интоксикационный, печеночный, почечный, и мочевой. Астенический синдром. Вот астенический синдром. Хорошая история. Человек ощущает слабость, вялость, апатию, какие-то неприятные ощущения, которые нарушают его энергетику. При этом он идет к врачу, врач говорит, да вы абсолютно здоровы, не придуряйтесь, сидите, работайте. Человек говорит, я не могу, я плохо себя чувствую. Или, например, синдром хронической усталости. Человек попадает в него, так сказать, может даже внезапно попасть в него. Все, было здорово, и вдруг раз, синдром хронической усталости. И раньше это называлось каким-то образом и симуляцией, как угодно. Но сейчас выяснили, что этот синдром, это серьезное вирусное заболевание, герпесная группа. Это вирус Эпштейнобара, это вирус цитомегаловирус, это вирус герпеса 6, это простой герпес, это герпес зостер, это генитальный герпес. То есть у нас огромное количество вирусов. И все эти вирусы поселяются и живут в нашем организме и разрушают центральную нервную систему. И, естественно, она не может нормально работать. Вот это и называется синдром хронической усталости. И это не значит, что надо пойти, прилечь и отдохнуть. Ничего не пройдет. То есть это надо, что надо принимать срочные меры для того, чтобы организм сам начал бороться с вирусом. А существует еще огромное количество синдромов, которые названы фамилиями авторов, которые эти синдромы установили. Синдром Жильвера, синдром Мендельсона, синдром Рейно, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть врачи 7 лет тщательно изучают эти синдромы для того, чтобы поставить вот этот несчастный диагноз, на который мы опираемся и которого мы боимся и который мы совершенно, так сказать, ну никак не можем преодолеть. Я не вижу вашего ответа на вопросы. Много ли у вас диагнозов? Напишите, пожалуйста, сколько диагнозов, ну хронических или еще каких-то, вы имеете, потому что, может быть, у нас 6-7 диагнозов, да. Не был врачей 7 лет. Ну, Сережа, вы вообще такой человек у нас особенный. Я уже думаю, что вы к врачам не ходите. Диагноз 1 непригоден лечению, так как здоров. Ну, замечательно. К врачам не ходило более 30 лет. О, замечательно. Понятно. У врачей практически не бываю. В последние годы раньше было поставлено 7 диагнозов. От инфекционных до просто нарушения работы организма. На данный момент 2 из них исключены. Не хожу. Только отследить раз в год диагностику, но проблемы есть. Было очень много диагнозов, но с помощью королоклубок врачам нет надобности. Два диагноза, да? Не хожу. Диагноз только по зрению. Понятно. 42 штуки. Ого! 31 августа ходила на комиссию, поэтому знаю. 42 штуки. Любовь, мы с вами общаемся ВКонтакте. Вы мне пришлите, пожалуйста, свою выпуску. Я очень-очень хочу вам помочь, потому что, скорее всего, что, ну, там гипердиагностика идет. Два порока сердца и артрит. То есть, на самом деле, диагнозы, это вещь очень серьезная, которая очень пугает человека. Но чтобы установить диагноз, синдромов, симптомов недостаточно, и причин недостаточно. Нужны диагностики. Вот я вам уже сказала, что диагностики у нас идут биохимические, магнитно-резонансные, рентгенологические, квантовые, компьютерные, томографические, бактериологические, вирусные, паразитарные, серологические, аппаратные, анализы крови, мочи, мокроты, тепловизорные, гистологические, генетические, морфологические, топографические, и так далее, и так далее. Мы сейчас имеем огромное количество вспомогательных диагностических методов только для одного, чтобы установить правильный диагноз. И вот у нас диагнозы. Представьте себе. Я просто прочитаю несколько диагнозов, чтобы вы поняли, что такое диагноз. Эндометриоз. Никто не знает, что это такое. Испондилоартрит, альгодисминария, ангионевротический отек, арахноэдит, аутоиммуноэтиоридит, болезнь Крона, болезнь Рельно, болезнь Миньера, боррелиоз, воскулит, вестибулярный нейронит, гастродоиды нит. 1069 диагнозов. Следующий слайд, пожалуйста, сделайте. В таком обилии диагнозов работать абсолютно невозможно. Итак, смотрите, что получается. Вот я вам сейчас рассказываю наши трудности. Трудности врачей, трудности медицины. Неважно, какой страны. У всех стран существуют свои трудности, потому что вот в этом ключе работать практически невозможно. 12 групп причин. Это десятки тысяч причин, действующие одновременно. Ну, прикинем, что у нас там 15 вирусов, допустим, 10-15 видов грибов, там 15-20 видов паразитов, там 5-10 видов простейших. Это все работа, это все будут различные диагнозы, потому что, если это вирус гриппа, то это будет диагноз грипп, инфлюенция. А если это, например, аденовирус, то это будет уже не грипп, это уже будет аденовирусное заболевание. А если это, например, грибок, то это будет вообще уже в другую сторону. И лечение будет абсолютно противоположное. Самое плохое, что причины действуют все попеременно, комплексно, и могут действовать одновременно. То есть, у одного человека могут быть и вирусы, и бактерии, и грибы, плюс еще и экология, плюс и наследственность, плюс еще и травмы. То есть, эти причины комплексно сплетаются, они усиливают друг друга, то есть, они усугубляются стрессом. Например, 10 человек находятся в одной и той же атмосфере, из них 3 заболевают гриппом, 3 не заболевают. С чем это связано? Это связано с иммунитетом, это связано с различными другими состояниями организма. То есть, причины на всех действуют по-разному, в зависимости от состояния организма. Сколько у нас симптомов? Более 100 симптомов заболеваний. То есть, вот я вам только перечислила кашель, насморк, там, головокружение, да, а этих симптомов 100, более 100, 104 симптома конкретно, да, и проявляются они одновременно, попеременно, последовательно, неустойчиво. То пришел, то ушел. Например, была отвора рвота, потом нету. Или, например, была боль в животе, закончилась. Или, например, была температура, прошла, через 3 дня снова поднялась, через 2 дня снова прошла. И то есть, вот эти симптомы, они все время путаются. Есть даже анекдот хороший на эту тему, когда больные сидят в коридоре, и врач просит, товарищи больные, пожалуйста, не обменивайтесь симптомами. Это очень затрудняет диагностику, потому что тот, кто в коридоре рассказал, какие-то свои симптомы у других людей, они тоже сразу же всплывают, и люди уже начинают жаловаться и на те симптомы, которые они услышали в коридоре, потому что они на них не обращали внимания. Это спонтанно. Но там существуют четкие алгоритмы. Представьте себе, например, заболевания имеют скрытый период. Вот, к примеру, вирус гепатита проявляется через 40 дней. То есть, 40 дней человек уже ходит больным, и через 40 дней вдруг он желтеет. Так вот, за эти 40 дней он уже заражал все, что вокруг него, так сказать, двигалось, перемещалось, всех своих родственников уже заразил. И все находятся в разной стадии, допустим, вируса гепатита А или болезни Боткина. То есть, сколько же человек может заразить за вот эти 40 дней инкубационного периода? А есть период 7 дней, 22 часа, 32 часа, есть период 20 лет. У герпезостров период 20 лет. То есть, он 20 лет сидит в организме, делает свое черное дело, потом вдруг раз, и появляется. Человек говорит, я вчера был здоровым, сегодня утром встал, заболел, у меня опоясывающие лисы, мешай, я не могу двигаться. То есть, в течение 20 лет вирус ждал своего часа. То есть, это очень-очень сложная проблема. То есть, симптомы. А проявляется раз и выскочило. Где-то на губе, где-то под ребром, где-то еще в каком-то месте. И врач открывает глаза и не понимает, собственно, что произошло. Синдромов более 60. То есть, у человека может быть одновременно 10 синдромов. И бронхолегочный, и желудочно-кишечный, и иммунный, и интоксикационный, и еще какой-нибудь там астеноневротический, и психопатический, и сколько-сколько угодно синдромов. И никто не знает, сколько этих синдромов. То есть, если писать о каждом больном сочинение, то можно написать это сочинение длиной в роман. Они могут изменяться, присоединяться, самоликвидироваться, действовать одновременно, усиливать друг друга, перетекать, маскироваться. То есть, тоже достаточно сложно из симптомов сложить синдромы. Диагностики. Но это вообще особая история. Более 100 диагностических методов, конкретно 108 диагностических методов, это только в традиционной медицине, не считая альтернативную медицину. Это очень тяжелая история. То есть, что появляется? Имеются разные проценты достоверности, от 20 до 80. Вот мы, например, думаем, что гистология имеет 100%. 100% не имеет ни один. Гистология 72-73%. То есть, на 72% возможно это рак, но на 28% это не рак. И вот эти вот 72 и 28, вот это цена человеку жизнь. Поэтому, безусловно, больные стремятся, и мы с вами сами все стремимся, многократно переделывать, делать перекрестные, делать независимые экспертизы, делать какие-то добавочные исследования, квантовые, может быть, какие-то другие. И очень важно, чтобы мы сами хоть что-то в этом понимали, ну, хоть что-то. Это все очень, так сказать, непонятно. Все зависит от оборудования, от сроков годности, от квалификации персонала. Все зависит от интерпретации, потому что один и тот же диагноз врачи шифруют по-разному. Вот, например, человеку поставили какое-нибудь там нейроэндокринное заболевание, или, например, опухоль головного мозга, или, например, там, лимфогрануломатоз, то есть серьезные заболевания, которые угрожают жизни. И, в принципе, это еще не факт. Это абсолютно еще не факт, потому что, на самом деле, вот совместить 12 групп причин, более 100 симптомов заболеваний, более 60 синдромов заболеваний, более 100 различных диагностических методов, все деньги можно выложить на то, чтобы пройти различные эти диагностики. И в результате появляется 1, 2, 3, 4, или 42 из 1069 заболеваний. Как вам такая перспектива, на самом деле? Потому что, вот это реальность, в которой мы живем. То есть, от чего зависит диагноз? Диагнозы это шаблоны, аналитические шаблоны, в которых, как мы думаем, врач проанализировал 12 групп причин, более тысячи, более десятки тысяч, более 100 симптомов проанализировал, спросил, ну, вы жаловались на них, не жаловались, может быть, вы 5 назвали, он еще 15 у вас спросил, записал все это тщательно, более 60 синдромов, он распределил ваши симптомы, сложил в группы синдромов, да, и применил, например, 5-8 видов диагнозов, к примеру, биохимический анализ крови, анализ мочи, анализ простой крови, применил, допустим, УЗИ, применил МРТ, применил еще что-то, и на основании этого у него появились какие-то, ну, скажем так, догадки, а что это вообще может быть, а в каком, к какому ближе диагнозу это можно добавить сюда. Но, мало того, заболевания не просто, их не просто огромное количество, 1069, у них есть еще уровни, у них есть еще периоды, у них есть еще периоды ремиссии, у них есть периоды обострений, у них есть огромное количество различных стадий, там, у какого-то заболевания 3 стадии, у какого-то 15 стадий, да, у кого-то последняя стадия, у какого-то первая стадия, то есть у кого-то сейчас временное, так сказать, временно затихло это заболевание, но не факт, что оно завтра не откроется, и поэтому, как студенты-медики болеют, всем то, что изучено, правда, абсолютно, Ирина, мы когда проходили, я помню, еще институтские года, и на самом деле, все, что мы изучали, мы все у друг друга это находили, и я помню, один такой очень интересный случай был, я заканчивала институт, Первый Ленинградский медицинский институт имени Академика Павлова, сейчас это медицинская академия, и у нас в группе училось очень много иностранцев, и мы дружились с этими иностранцами, были ребята из Марокко, из Кении, из Конго, вот это такие достаточно веселые негры, студенты, которые ходили в желтых шапочках, в зеленых шарфиках, ну, в общем, какие-то замечательные, и мы проходили гельминтологию, я вот просто помню, это как страшный сон, как страшный суд, и, значит, исследовали сами себя, потому что, ну, некого было исследовать, мы сами и супермоделями были, и мы исследовали, значит, анализы Кала, у нас была такая задача, принести анализ Кала и смотреть его на яйца Глис, да, значит, и вот группа там, условно говоря, там 30-40 человек, у всех микроскопы, все такие важные, в шапочках белых сидят, исследуют, значит, и определяют там, лабораторное такое, лабораторное дело было, и мы, кто-то обнаружил, ну, скажем так, не кто-то, а много людей обнаружило достаточно большое количество гельминтов, но самое ужасное было, что мы обнаружили на этом практическом занятии пять видов неизвестных гельминтов, неизвестных гельминтов, которых вообще в России нет, то есть, и даже профессор пришел в ужас, да, потому что он вообще сказал, у нас таких гельминтов в стране нету, и мы так мрачно посмотрели на ребят из Конго, из, так сказать, из Марокко, и все, и мы перестали, мы перестали питаться, мы перестали ходить с ними, здороваться за руку, мы перестали, значит, у всех была паника совершенно жуткая, потому что, когда мы спросили, а как теперь, что вообще теперь делать, как лечить эти заболевания, и вообще, да, профессор сказал, я вообще не знаю, понятия не имею, что это за гельминт, у нас таких нету, и вот мы долго-долго, мучительные годы, мы мучились, у кого же все-таки там вот есть эти гельминты, у кого нет таких гельминтов, и вообще какие гельминты, но хуже было еще, когда онкологию проходили, и все это вот, поэтому, я вам скажу, что диагностика, это ужасная, конечно, вещь, так вот, следующий слайд сделайте, пожалуйста, и вот, смотрите, если, так сказать, врач должен в голове совместить причины, симптомы, синдромы, диагностики и диагнозы, то, это практически непосильная работа, недавно академик Чучалин выступал, недавно, года два назад, и он сказал, что в России треть диагнозов ставится неправильно, треть это 30%, американские ученые настаивают на том, что 70% диагнозов ставится неправильно, то есть, что если у вас поставлено, ну, например, поставлен какой-то серьезный диагноз, еще вообще не факт, что он у вас правильно поставлен, а точно от диагноза идет лечение, американцы проводили такой эксперимент, они взяли одного полностью обследованного больного, что такое полностью, полностью, это значит 100 методов исследования было применено к больному, и посадили 100 разных врачей, причем врачей взяли лучших, и эти врачи должны были выставить свой диагноз, было выставлено 95 приблизительно различных диагнозов, то есть совпали только 5-6, ну, может быть, 8 видов диагнозов, все остальные схемы не совпали, причем всем давали одни и те же анализы для ознакомления, то есть было назначено 90 схем лечения, причем это лечение были совершенно в другую сторону, врачи участвовали различные, лорвач, там, фтезиаторы, физиотерапевты, участвовали кардиологи опытные, то есть участвовали врачи различных специальностей, американцы хотели посмотреть, а вот сама система диагностики, она каким образом устроена, и она имеет место быть, чтобы мы ориентировались на диагнозы, К чему я все это говорю? Я все это говорю к тому, что если организм заболел, это еще не значит, что он умирает, первое. Второе. Это еще не значит, что его нельзя вылечить, абсолютно не значит, его можно вылечить. Третье. Если вам поставили диагноз, который, так сказать, вас напугал и сделал вашу жизнь невыносимой, еще не факт, что этот диагноз правильный. И значит, нам надо ориентироваться, может быть, еще на что-то. Может быть, нам нужна какая-то спасательная история в виде того же самого здорового образа жизни. И очень важно, чтобы мы понимали, что действительно такие спасательные канаты есть. И они лежат не в зоне медицины, потому что медицина может пойти только по одному пути. Улучшение диагностики. Что еще мы можем сделать? Только улучшить диагностику. Например, был рентген, у которого достоверность 32%, стала, например, компьютерная томография, у которой достоверность ну-то 70%. Может быть, МРТ-диагностика какая-нибудь там, ну, на каких-то невероятных разрешениях. Сейчас, кстати, очень дорогие МРТ существуют на повышенных зонах разрешения, да, вот именно вот этого сигнала. То есть, что резко повышает качество. Может быть, это какое-то будет вообще там, я не знаю, генетическое исследование. То есть, мир идет по улучшению качества диагностики. На самом деле, это правильно, и это все в нашу пользу действует, да, но все это становится безумно дорого. Все это становится очень сложно и недоступно для людей, у которых, первое, нет денег, второе, которые живут в маленьких городах, а люди живут везде, и в деревнях, и в селах, и в горах, и в других странах, и языковые барьеры. То есть, на самом деле, медицина, это очень сильно коммерциализированная, ну, совершенно уникально выстроенная машина. И вообще непонятно, нужно ли врачам, чтобы мы все выздоровели, если это является таким хорошим бизнесом. Поэтому, как с нами будут общаться? Сейчас в стране закрывается вся диагностика. То есть, все классификаторы закрываются от простых людей. Если раньше там врач писал, ну, там, я не знаю, там опухоль, желудка, там какая стадия, куда метастаз, что сейчас пишут, Т0, вообще ничего не поймешь, да? И те врачи, которые не работают в системе вот этой вот, скажем так, нумерологической диагностики, они вообще ничего не поймут. Скоро нам будут вообще выдавать карточки, на которых будет фамилия и цифры, там, X0, 2, 3, 25, 36, чтобы человек вообще не понял, что с ним происходит. Будет знать только врач, только при помощи компьютера. То есть, мы идем к тому, что мы будем, как система объект, выключены из системы знания о собственном организме. То есть, врач на Западе уже не сообщает человеку практически ничего, что с ним связано. И поэтому, мы должны предложить какой-то альтернативный метод для того, чтобы человек мог сам заниматься своим здоровьем. Значит, мы отвлеклись немножечко от чата. Скажите, пожалуйста, я вот вам такой вопрос задаю. Как вы считаете, может ли человек сам каким-то образом противопоставить что-то вот этой хорошей, нормальной медицинской науке, но только очень-очень усложненной, и если вы доверяете врачам на 50-60-40%, можете ли вы сами, скажем так, доверяете ли вы себе, и можете ли вы на себя взять часть ответственности за состояние вашего здоровья. здоровья. Так. Чем отличается, вы уже не по теме, да, чем отличается спирулина в таблетках от капсулах? Да практически ничем. Та же самая спирулина, только одна спрессованная, а вторая в виде порошка. Угу. В капсулах кормы равенными в день, содержание к нам веществам меньше в два раза по сравнению со старым составом. Значит ли это, что дозировку увеличить до достижения? Да, конечно, значит. Да, конечно, значит. Если вы работаете на уровне уже дозировок, конечно, значит. Потому что 500 тысячу миллиграмм коры муравьиного дерева надо получать и до этого надо довести. Единственное, там присутствует МАТЭ у нас, поэтому немножечко аккуратнее, потому что МАТЭ обладает возбуждающим действием. Конечно, я сейчас, мне не очень бы хотелось вот на эти вопросы отвечать, потому что нам нужно запуститься по общей технологии, а потом мы будем уже частности детали все рассматривать. Итак, система диагностики заболеваний, создание аналитических шаблонов. Значит, мы предлагаем вам отойти от системы диагностики. Почему? Потому что диагнозы вы свои знаете. Правильно они поставлены или неправильно, непонятно. Но будем надеяться, что они у вас правильно выставлены, потому что на самом деле есть еще врачи. Кстати, русские врачи одни из самых лучших врачей в мире. И несмотря на то, что у нас мало диагностических методов, гораздо меньше, чем в Америке, в Германии, в Израиле, но русские врачи ценятся везде, и они самые думающие, они самые гуманные. Большинство из них. Я не могу за всех врачей говорить, но тем не менее они делают хорошую работу. Так вот, можем ли мы противопоставить что-нибудь этой системе, которая, по сути дела, которой мы не управляем? То есть мы 100% не можем управлять ни диагностиками, ни системой постановки диагнозов. Мы не можем сделать ничего. Вот из того, что я вам сказала. Мы не знаем симптомов, мы не знаем синдромов, мы не знаем шифровки диагностик. И мы не можем с вами в зоне нутрициологии ориентироваться на диагнозы. Доверяю себе на 99% благодаря вашим знаниям. Ну, да, благодаря уже вашим знаниям, которые... моим знаниям, которые перетекли в вас и стали вашим знанием, да? Второй образ жизни. Питание, очищение, мышление. В целом рассчитываю только на себя. Но на себя тоже только в целом тоже нельзя 100% рассчитывать. Безусловно, надо пользоваться всем тем, что придумало человечество. И астрология помогает. Ну, хорошая история. Хорошая история, только там одна маленькая деталь. Откуда считать с рождения физического или с начала сердцебиения? вот спорят об этом. На приеме врача, на приеме врач ответил на вопрос мамочки ребенка, что это за диагноз. Он ответил Google в помощь. Ну, врачи сейчас, да, они, конечно, как мы жили без Google, да, сейчас можно у Google запросить любой вопрос. Часть можно взять на себя. Конечно, вся ответственность на нас. Ну, нет, не вся ответственность на нас, конечно, не вся, но тем не менее, лучше, если бы мы немножечко хотя бы взяли на себя. Вот это было бы лучше. Значит, но я скажу так, пусть система диагностики идет, пусть появляются новые диагностические методы. Кстати, сейчас я разрабатываю концепцию новую для Кораллова клуба, чтобы каждый центр мог стать центром экспресс-диагностики. Автопилотная экспресс-диагностика это очень важная проблема, потому что и вам нужны какие-то экспресс-диагностические методы, при помощи которых вы могли бы брать какие-то уровни здоровья. У нас будет еще на эту тему и в рамках годовой программы будут вебинары. То есть мы сейчас начинаем учебную программу и каждый месяц мы будем двигаться, 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 да. Итак, что мы предлагаем? Мы предлагаем сделать шаг назад. Мы предлагаем сделать шаг в сторону вот над моей головой. Вы посмотрите красную колоночку, да. Константные процессы, протекающие в здоровом организме, обеспечивающие качественную работу всех органов и систем в постоянно меняющихся внешних и внутренних условиях. Вот это вот очень интересная вещь. Вот это мы и предлагаем. То есть кроме вот этой диагностики существуют константные процессы, это эталонные процессы, на которые я предлагаю уйти вам и научиться их балансировать. Я сейчас на примере двух всего диагнозов покажу вам, как это, так сказать, каким образом выстраивается диагноз. Сейчас я вам рассказала вот эту кухню, систему диагностики, да, а сейчас я покажу на конкретном. Сделайте, пожалуйста, следующий слайд. Вот смотрите, аллергия, например, да. Диагноз, заболевание, аллергия. Причины. Какие могут быть причины? Вот смотрите, вирусы, бактерии, грибы, паразиты простейшие вызывают сильную аллергизацию организма. Непереносимость продуктов питания вообще не обсуждается. Экология, курение, наследственность, косметика, стрессы, медикаменты, гормоны, антибиотики и другие. То есть для аллергии существует около более ста причин, и у каждого своя причина. Какие могут быть симптомы аллергии? Кашель, насморк, высыпание на кожу, одышка, слезотечения, удушья, отечность гортани, зуд, увеличение лимфатических узлов, ну и так далее, и так далее. Вплоть до экземы, нейродермита, псориаза, вплоть до аллопеции, вплоть до каких-то серьезных проявлений бронхиальной астмы, ну и так далее, и так далее. В зависимости от того, где эта аллергия расположена. Какие синдромы присутствуют? Бронхолегочный, кожный, аутоиммунный, суставной. Анализ крови на аллергены, иммуноферментные анализы, показатели иммунитета, посевы на бактерии, вирусы, грибы, простейшие узи внутренних органов. Вот, врачу надо в голове совместить причины, симптомы, синдромы, диагностики. И выставлен диагноз аллергия. О чем это говорит? Ни о чем. О том, что мы с аллергией никогда не справимся, потому что выстроить вот эту всю историю практически невозможно. Возьмем другой диагноз, который совершенно не относится к аллергии. Что я вам хочу показать? Я вам хочу показать, что копаясь и усовершенствуя диагнозы, у нас не получится быть здоровыми. Потому что 90% диагнозов невозможно снять, они не лечатся, они ни к чему не ведут. Это просто описание процесса. Вы еще до похода к врачу уже знали, что у вас аллергия. И диагноз будет звучать точно так же. Аллергическая болезнь. То есть, причем вы потратите огромное количество денег на исследования, на врачей, и останетесь на том же самом месте, если сами не будете ничего предпринимать. Следующий слайд сделайте, пожалуйста. Уйдем совершенно в другую сторону. Например, диагноз головная боль согласно классификации. Вот посмотрите, как строится система диагностики. Причины. Состояние сосудов шеи, позвоночника, обезвоживание, интоксикация, вирусы, бактерии, грибы, паразиты, непереносимость опять продуктов питания, экология, курение, наследственность, стрессы и так далее. Симптомы. Головные боли, различные интенсивности, локализации, продолжительности, периодичности, слабость, тошнота головокружения, это все сюда относится. Ухудшение зрения, спазмы, рвота, обморок и шум в ушах. Синдромы, может быть, сосудистый, метаболический, АД, гипертонзионный, гипотонзионный, мигреноидный, позвоночной артерии, интоксикационный, гипоксический. И диагностики, которые мы используем. Хоть все тело, обсмотрите с ног до головы, причину можете не понять. И УЗИ шеи, КТ, МРТ, головы, шеи, позвоночника, посевы, иммуноферментные анализы, общие анализы крови, биохимия и так далее. И мы вернемся, мы сразу придем к классификации головной боли. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот смотрите. Головная боль, например, бывает, вот эта классификация, по этой классификации работает весь мир. 12-13 типов головной боли. Первая мигрень, последняя неклассифицируемая головная боль. Головная боль напряжения, кластерная головная боль, различные формы головной боли не связаны со структурным поражением. Головная боль связана с травмой, связана с сосудистыми расстройствами, связана с несосудистыми внутричерепными расстройствами, связана с употреблением определенных веществ или отказа от их приема, связана с инфекцией, связана с метаболическими нарушениями. Головная боль и лицевая боль связана с патологией черепа, шеи, глаз, носа, уха, пазух, зубов, рта или других лицевых и черепных структур. Самое смешное. Краниальные невралгии, невропатия, дифференцирующая боль. Неклассифицируемая головная боль. Вот так вот мы работаем. Вот вы пришли и говорите, доктор, у меня болит голова. И мы пытаемся вашу головную боль засунуть в одну из этих ячеек, в одну из этих классификаций. Например, засунули головная боль напряжения. Вы говорите, да нет, я не напрягаюсь. Вы говорите, так, минутку, тогда не туда. Говорит, а может быть вы управляли, например, алкоголь? Тогда у вас алкогольная головная боль. Нет, не употребляли. Может у вас нос, а может глаз, а может ухо, а может шея, а может быть у вас череп, а может вы стукались головой в детстве? Стукались. О, все точно, у вас головная боль связана с травмами. А может быть у вас мигрень? Это вообще непонятно, что такое. Никто не знает, что такое мигрень. Вы говорите, не, 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 у меня мигрени точно нету, я чувствую, вы говорите, ну что понятно, у вас неклассифицируемая головная боль. То есть я не знаю, что это за головная боль, просто у вас тупо болит голова. Лучший средств от головы – гильотина. Вот на одном примере я вам просто показала, что вот просто головная боль. Ну, казалось бы, что уже проще, голова у человека болит, да? И то у нас столько туда намешано, ухо, горло, нос, глаз, зуб, там, я не знаю, шея, травма, крыша поехала, я не знаю, вот так вот в таких системах мы работаем. Поэтому, конечно, диагнозам нужно доверять в определенной степени, справочно хотя бы, но это вас не приведет ни к чему хорошему. Поэтому мы предлагаем уйти на процессы, которые в нашем организме происходят автоматически, автопилотно. Следующий слайд сделайте, пожалуйста, нужно ли нам обследоваться? Вот вообще, нужно ли ходить в поликлинику, обследоваться? Сто процентов нужно. Потому что если вы не обследованы, то вы и сами ничего не поймете о своем организме, и ни врачу не поможете никому. Вот какие обследования должен делать каждый человек? Для участников годовой программы мы составили перечень необходимых обследований, которые в течение года при наличии жалоб человек должен провести. Ну, вот смотрите, первое – мониторинг от реального давления. Давление надо знать, это не обсуждается. У себя, у мамы, у папы, у бабушки, у ребенка. Измерять его хотя бы периодически. Добрый вечер. Лишь один вопрос. Будет ли запись вебинара? Да, конечно, будет. Сто процентов запись вебинара будет. Все вебинары, которые мы проводим, они будут, естественно, записаны. Обязательно. Поэтому даже не сомневайтесь. И они будут висеть на годовой программе. Итак, мониторинг от реального давления. То есть обязательно делайте этот мониторинг. Особенно, если у вас давление повышенное. Мониторинг анализов крови. Каких важных? Холестерин и сахар. Это самые два важные анализа, которые людям старше 40 надо делать. Осмотр молочных желез у женщины. Этот анализ, этот осмотр 100% нужно делать каждой женщине раз в год. Желательно у хирурга самоосмотр нужно делать каждую неделю. И осмотр хирурга нужно делать один раз в год. Девочки, пожалуйста, предупреждаю вас очень строго и очень ответственно. Огромное количество онкологии молочной железы. И большинство людей попадает в стадии уже 3. Поэтому в первой стадии все лечится. Идеально лечится. В третьей стадии уже лечится процентов 30. Поэтому постарайтесь всем, кого вы знаете, всегда спрашивать. Молочные железы осматривали. Вот снимите как бы эту проблему с человека и пошлите его туда. Потому что вы можете явиться первым человеком, который его туда послал. И человек сразу же найдет у себя какое-то отклонение. Я когда вижу женщин везде. Я ездила в банях, в раздевалках. Я всех осматриваю, всех осматриваю, ко всем подхожу, ко всем спрашиваю. И выявляю очень много онкологической патологии. Но вот вы себе даже не представляете, сколько я выявляю онкологической патологии. Потому что, ну просто, ну просто, ну я не знаю, задача у меня такая. Помогать людям. Электрокардиограмма обязательно должна делаться. Флюорография раз в 3 года обязательно. Потому что туберкулеза очень много. УЗИ органов малого таза. Для чего это надо? Когда человек приходит в 3 стадии онкологической патологии, то уже сделать ничего нельзя. УЗИ показывает все на всех стадиях. Поэтому раз в 3 года необходимо делать УЗИ малого таза. УЗИ органов брюшной полости, печень, почки, поджелудочная железа. Раз в 3 года тоже надо делать. МРТ позвоночника. Если у вас что-то беспокоит, руки, ноги, анемения, боли, седалищного нерва, лицевого, какого угодно, неважно. Если у вас где-то что-то болит, это на 80% связано будет с позвоночником. Поэтому желательно МРТ позвоночника, шейного отдела, грудного и поясничного при наличии жалоб делать. Потому что люди огромное количество денег относят мануальным терапевтам, массажистам, которые не имеют вообще права без МРТ позвоночника или без какого-то исследования. Кстати, рентген для этого не подойдет. Потому что рентген видит только костные обломки, костные структуры и не видит мягкие ткани. Поэтому грыжи рентген не видит. Он видит только переломы, скажем так. Поэтому рентген не предназначен для определения грыж. Магнитно-резонансная томография предназначена. МРТ сосудов шеи и головного мозга. Это надо сделать каждому. Потому что шея и голова – это очень важная область. У людей бывает гипертония, нарушение зрения, нарушение слуха. У людей бывают тяжелые ущемления позвоночных артерий. И МРТ все это покажет. Или хотя бы УЗИ сосудов шеи. Исследование прямой кишки всем, у кого есть жалобы. Если у вас жалоб нет, вы можете туда, скажем так, не сильно заглядывать. Но если у вас есть геморрой, трещины, если есть присутствие крови в калии, любые жалобы на выделение, на зуд, на боли, на какие-то геморроидальные, обязательно надо смотреть прямую кишку. Это очень серьезная проблема у всего человечества. Ну и измерение внутриглазного давления. То есть вот это перечень необходимых обследований, которые должен сделать участник годовой программы. Потому что было бы глупо и смешно, если бы мы просто давали вам варианты, как пить БАДы, как питаться, какие специи, какие травы употреблять. И вы у нас будете все сидеть абсолютно необследованные. И мы будем как бы там, как кота в мешке ловить. Поэтому желательно, чтобы вы все это постепенно прошли. И вообще вот этот вот список, постарайтесь себе его зафиксировать, он будет висеть. И людям тоже назначайте. Потому что человек даже делает огромное количество ненужных исследований. Он тратит колоссальное количество денег на ненужные исследования. Никому не нужно делать рентген, никому не нужно делать вот эти сотни обследований, которые не нужны. Не нужны ненужные биохимические анализы. Не нужны ненужные полные анализы крови с включением там всех глубочайших формул. Никому не нужны там десятки исследований, которые они делают. В основном рентгеновские. Вот лучше сделать один раз МРТ и закрыть этот вопрос. Вот, например, человек повредил колено. Одно МРТ стопроцентный будет диагноз. Скажут, где связки, в каком месте повреждены, что делать. Десять рентгенов, ничего не известно. Ничего не поможет, ничего не получится. Поэтому я всегда назначаю только те обследования, которые жизненно необходимы. Вот эти обследования, которые я написала, это жизненно необходимые обследования. При наличии жалоб. Если вас ничего не беспокоит, вы можете, скажем так, до определенного момента не беспокоиться. Но если вы чувствуете, что что-то происходит, то вы пойдете по этому же пути. Итак, допустим, вы зарегистрировались на годовую программу. Допустим, я вас немножечко убедила в том, что система диагностики не сильно работает. И, допустим, вы решили немножечко собой заниматься сами. Каким образом вы это будете делать? Так, меня врач послал на УЗИ шеи и мозга. Она дана МРТ. УЗИ шеи и мозга. Значит, мозг не смотрят на УЗИ, сосуды шеи смотрят. Это называется доплексметрия. То есть можете сделать ее, но, по сути дела, доплексметрия покажет только сосуды. Она не покажет позвоночник, не покажет ничего. То есть я бы советовала сделать МРТ головы и шеи. Там было бы видно все. Потому что УЗИ мозга не делают у нас. Это что-то врач придумал такое, что не существует. Так вот. Да, кстати, мы вышли на режим годового обучения. С сентября стартовали. И мы уже назначили первой академией. Вот первая академия у нас будет теоретическая. И мы будем всему этому обучать. Причем очень тщательно. Мы будем готовить инструкторов по годовым программам. И первый такой вот обучающий блок мы назначили уже в Нижнем Новгороде с 24 по 27 сентября. Он будет проходить прямо у нас в центре города, в Нижнем Новгороде, 4 дня. Мы будем выдавать сертификаты. И наша цель подготовить как можно больше инструкторов по консалтингу годовой программы. На самом деле мы этого никогда не делали. Потому что мы обычно обучали самих людей заниматься собой. Но сейчас положение такое, что очень большое количество людей уже имеют дипломы нутрициологов. И им нужна какая-то технология, какая-то методика, при помощи которой они смогут работать. Вот мы будем давать все знания на эту тему, будем давать сопровождающие пакеты, чтобы вы могли работать с людьми, которых вы будете сопровождать в режиме консалтинга целый год. И, кстати, для вас это очень хорошее предложение, потому что все люди, которые записались на вашу годовую программу, это люди, которые могут поправить в течение года своего здоровья. Почему год? Потому что ни за два месяца, ни за один месяц, ни за три месяца ничего не произойдет. Произойдет мгновенное или временное улучшение, а потом вы откатитесь назад. Собой надо заниматься серьезно. Мы разработали новую технологию. И эта новая технология, она, прежде всего, теоретическая. Но, естественно, мы будем проводить и практику. То есть вслед за теоретическим обучением в сентябре, в октябре, с 21 по 27 октября, вот это все будет вывешено, уже висит на наших ресурсах. На бутакова.инфо, на бутакова.ком на сайтах, у меня в Фейсбуке, у меня ВКонтакте. То есть мы будем, так сказать, двигаться по нашему плану. У нас будет уже практическая Академия Волга. Это уже, по-моему, 12-я практическая Волга, куда у нас люди собираются не просто, допустим, получить диплом инструктора или изучить какую-то тему, а уже приглашаются на практическое очищение, коррекция веса, ликвидацию метаболических нарушений. И к нам люди приезжают со всего мира, из Америки, из Германии, из Польши, ну, практически со всех стран мира. И мы раз в 3-4 месяца проводим такую Академию, хотя она у меня отнимает очень много сил, потому что я круглосуточно 7 суток нахожусь на выезде и работаю с этими людьми в системе личной диагностики, личного консалдинга. Мы проводим им всесторонние обследования, так начиная от биополевых и заканчивая квантовыми. И разрабатываем программу человеку практически на год. Поэтому, если у вас есть желающий, пожалуйста, присылайте, мы всех примем с удовольствием. То есть, еще раз повторяю, это будет с 24 по 27 сентября, теоретическая Академия 4 дня, и с 15 по 21 октября. То есть смотрите на наших сайтах, там все это будет. Итак, что же мы предлагаем? Мы предлагаем отступить на шаг назад. Мы предлагаем 12 базовых константных процессов, которые протекают в нашем организме. Следующий слайд, пожалуйста, сделайте. Вот эти 12 базовых константных процессов. Эти процессы протекают независимо от нас. Они эталонные, они константные, они запрограммированные, они созданы по образу и подобию. Они протекают на всех уровнях. На атомарном, молекулярном, на биохимическом, на органном, на клеточном, на системном. От этих процессов зависит, собственно, весь, вся наша жизнь. И, собственно, все наши, так сказать, изменения в организме. Эти процессы протекают одинаково у всех людей на планете. Они одинаково нормированы. Они являются близкими к эталонными. Они имеют свою границу нормы. Процессы в норме, организм в норме. Они не связаны между собой, это разные процессы. Но они протекают одновременно, неделимо, целостно, с рождения и до последних дней. Они должны быть четко откалиброваны, отлажены. Они должны проходить в оптимальных условиях. Эти процессы определяют нашу жизнь во всех ее проявлениях. Болезнь – это нарушение этих процессов. Слава Богу, что мы вышли на этот уровень. И, слава Богу, что мы понимаем, что когда мы не знаем диагноза, когда мы не верим диагнозу, когда мы не понимаем диагноз, когда у нас много диагнозов, когда у нас диагнозы связаны один с другим так, что вообще непонятно, какой начался, который закончился. Мы должны уходить на шаг назад, на процессы. Мне всегда было непонятно, когда китайцы говорили, свою болезнь лечи на 5 лет раньше, чем она возникает. Я никак не могла понять, как можно лечить болезнь, которая не возникла на 5 лет раньше. Сейчас я четко, абсолютно четко понимаю, что существуют вот эти вот эталонные, константные процессы, которые мы абсолютно четко понимаем, как балансировать. Каждый из этих процессов описан. Каждый из этих процессов имеет алгоритм выхода из этого процесса, имеет нормализацию. И если мы постепенно в течение года нормализуем все эти 12 процессов, это значит, что организм получит колоссальный резерв здоровья, что он избавится от своих хронических заболеваний. За год это возможно. Хотя у нас люди псориаз убирают за полгода. У нас люди убирают бронхиальную астму. У нас люди убирают тяжелую суставную патологию. У нас очень хорошие результаты по рассеянному склерозу. Замечательные результаты по артритам, по ревматоидным артритам, по всем. То есть по самым тяжелым патологическим процессам. Потому что мы не ориентируемся сейчас на диагноз. То есть мы ушли из зоны медицины. Мы ушли в зону здорового образа жизни. И я хочу, чтобы как можно больше людей начали понимать эти процессы. Каким образом это происходит. И каким образом эти процессы могут быть налажены. Я сегодня не буду глубоко рассказывать про эти процессы. Но каждый из этих процессов мы обговорим в режиме вебинара постепенно в течение этого года. Программы, годовые программы составлены так, что одна программа включает 5-8 этих процессов. То есть я не буду вас учить, как составлены программы. Потому что это уже очень высокий уровень нутрициологии. Но процессы мы с вами отдельно разберем. Вот для начала я покажу. Просто сегодня коротко. У нас время уже почти заканчивается. В последние несколько минут я покажу, каким образом мы будем работать с этими процессами. Итак, первый процесс, который нам нужно сбалансировать в своем организме. Вот прямо читайте. Первый процесс. Так, сейчас, секунду. Можете напомнить, как самому проводить осмотр молочных желез. То есть, да, мы вывесим. Мы вывесим в группе, потому что есть видео, каким образом это делать. Значит, наличие оптимального уровня кислорода в каждой клетке организма. То есть, это теорема? Нет, это аксиома. Это не теорема. Есть люди, которые говорят, я не верю в нутрициологию, я не верю врачам, я не верю тому-то. Вот я вам даю первый процесс. Наличие оптимального уровня кислорода в каждой клетке. Если вы не верите этому, вот так, найдите сонную артерию, положите на нее два пальца, зажмите ее на минуту, у вас не будет в этом мире. Тут не вопрос, верите вы или не верите. Вопрос, что это так. В каждой клетке должен быть кислород. Количество процентного кислорода должно быть оптимально. Напишите мне, пожалуйста, сейчас прямо в чат. Делаете ли вы дыхательную гимнастику? Так, как делают ее 4 миллиарда людей на планете. Япония просыпается с дыхательной гимнастикой. Китай 2 миллиарда просыпается с гимнастикой. Индия 2 миллиарда, полтора миллиарда людей просыпается с гимнастикой. Все йоги, тибетские монахи, кто угодно, все просыпаются и ложатся с дыхательной гимнастикой. Напишите честно из вас, кто из вас утром встает и не только утром, а в течение дня 5-6-8 раз делает дыхательную гимнастику, чтобы отбалансировать уровень кислорода у вас в крови. Ну, честно, прямо напишите. Прямо напишите два слова. Да, делаю, нет, не делаю. То есть это первая аксиома, это первая причина жизни и смерти на Земле. Это единственная причина, по которой умирают люди. Инфаркт – это наличие, отсутствие кислорода. Инсульт – это отсутствие кислорода. Тромбоз – это отсутствие кислорода. Головная боль, боль в животе, боль в груди, одышка, сердцебиение – это все отсутствие кислорода. Причина отсутствия кислорода может быть разная. закисление или алкоголь или еще что-то, но это все равно отсутствие кислорода. В слове отдохнуть корень дыхания, в слове сдохнуть тоже корень дыхания. Поэтому кислород это наше все. Поэтому первое, с чего мы будем учиться кислород. То есть если вы не умеете владеть кислородом, если вы не умеете дышать, если вы не умеете отдыхать, передыхать, значит никакие вам не помогут ни врачи, ни целители, никакие панацеи. Первое, что надо. Итак, не делаю, делаю, не делаю, нет, ленюсь, нет, ленюсь, делаю понемногу, нет, 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 да, делаю, замечательно, делаю пранаяму, ну это уже индийская философия, это замечательно, нет, ленюсь, делаю, о, Вера Штефан делает, ну замечательно, нет, не делаю, нет, нет, измеряю PH, ну дыхание в гимнастику не делаю, ну ладно, хорошо хотя бы измеряете ph хотя бы знаете по счету я надеюсь у вас нормально не делаю значит 99 процентов россии не делают дыхательную гимнастику и не умеют дышать приходят люди с бронхиальной астмы тяжелыми детьми которые задыхаются которые на гормонах они не делают дыхательную гимнастику это непонятно следующий слайд сделать и пожалуйста посмотрите влияние уровня содержания кислорода в воздухе на организм человека угнетенное состояние 19 процентов достаточно подышать и состояние изменится стандартное состояние 25 то есть мы находимся в состоянии 20 и 5 процентов на содержание кислорода повышенная активность 21 процент восстановление организма 29 процентов то есть для того чтобы начать восстановление организма уровень содержания кислорода в воздухе должен быть 29 процентов мы находимся на 25 то есть мы практически из-за недостатка кислорода постоянно попадаем в те заболевания которых мы находимся поэтому ходите в лес дышите поэтому не забывайте никогда об этом кислороде научитесь делать дыхательную гимнастику научитесь получать удовольствие от дыхания научитесь любую свободную минуту выходить на свежий воздух вот я провожу академии и на академиях бывает до 100 человек я отпускаю людей на перерыв они сидят то есть либо у них нет уже сил выйти либо они не понимают я палкой должна выгонять людей из зала чтобы они шли и дышали и мы со смехом с прибаутками шутками выходим и начинаем дышать сейчас надо дышать уже принудительно дай бог чтобы нам хватило кислорода на всех и чтобы мы могли действительно надышаться потому что на самом деле это не такая простая история потому что воздух грязный и везде так сказать сейчас и выхлопные газы и пары и в домах и спать надо обязательно с открытой форточкой с открытым каким-то со свободным доступом кислорода поэтому это сейчас еще не относится к нутрициологии потому что это общая философия здоровья но вот следующий блок следующая причина мы с вами 14 числа коснемся конкретно этих причин следующий слайд сделать пожалуйста она уже относится к нам количество воды оптимальный водный баланс организма меня все время спрашивают сколько надо пить вот смотрите пить надо столько сколько вы теряете это аксиома потеря выведение мочевыделения полтора литра выделение через кожу 04 выдыхаемый воздух 04 дефекация 02 что в итоге получается два с половиной литра мы теряем поэтому два с половиной литра мы должны получить через питье мы должны получить полтора литра хороший чистой коралловой воды это аксиома не обсуждается то есть человек должен пить натощак слава богу сейчас уже сведения об этом есть и мы вложили в это очень много своего труда в течение 15 лет мы уже учим людей пить простую чистую воду но не простую коралловую но тем не менее пища 0 8 литров в пище есть вода это надо учитывать метаболизм то есть 0 2 литра то есть накопление и по сути дела два с половиной два с половиной 9 с кредитом должны сойтись если вы теряете два с половиной а вы потеряете их обязательно то два с половиной литра должны пройти через наш организм но из них 0 8 пища потому что в яблоках хлебе супе везде есть вода и полтора литра это питье чистое питье воды натощак вот пожалуйста запомните эту схему это очень простая схема два с половиной литра из них полтора литра чистой воды итак я сегодня с какова у меня сегодня была цель у меня сегодня была цель поговорить с вами о том можем ли мы заниматься собственным здоровьем можем можем ли мы заниматься собственными болезнями не можем можем ли мы заниматься самолечением? Не можем. Мы можем заниматься только собственным здоровьем. Поэтому не надо никому не говорить, что вы лечите псориаз, диабер, инфаркт, инсульт, лимфограноломатоз, эндометриоз. Ничего мы этого не лечим. Мы уходим от диагнозов. Мы уходим на шаг назад. Мы уходим на здоровый организм. Мы уходим на ресурсы здоровья. Мы уходим на процессы. Мы уходим на кислород в крови. Мы уходим на воду. Мы уходим на кислотно-щелочной баланс. Мы уходим на 47 питательных веществ. Мы уходим на состояние ферментов, пробиотиков. Мы уходим на абсолютно аксиомные процессы, которые не надо доказывать. Каждому человеку понятно, что вода должна быть в организме. Каждому человеку понятно, что ферменты там должны быть и они должны работать. Каждому человеку понятно, что человек должен просто дышать элементарно, отплевываться, смаркиваться, выплевывать, очищать легкие, тренировать легкие и получать кислород. То есть это понятно любому человеку. Непонятно, как лечится инфаркт, тромбоз, псориаз, аутоиммунный теоридит, эндометриоз. Непонятно. Поэтому давайте не будем работать на этой зоне. Это не наша зона. Это зона врачей. Дай бог, чтобы вам попались хорошие, грамотные, умные, честные, самое главное честные, порядочные, добрые врачи, которым не безразлично ваше здоровье. Но повезет не всем. Я это сразу говорю. Потому что таких врачей, они есть, но их надо еще встретить. Поэтому надо брать ответственность на себя. Но не в зоне лечения заболевания и не в зоне лечения заболевания других людей, а в зоне здоровья. Поэтому наша задача с вами выучить эти процессы, понять эти процессы, обсудить эти процессы, согласиться с этими процессами. Хотите, можем поспорить на эту тему. Давайте поспорим, сколько человеку нужно кислорода, давайте поспорим, сколько человеку нужно воды, и как он пиво, из пива и из кофе сделает воду в нашем организме. То есть, пожалуйста, я готова с вами дискутировать. В течение года мы будем собираться на этом ресурсе. Мы будем давать в режим годовой программы. Хотите, приезжайте к нам на теоретическую академию, хотите, приезжайте к нам на практическую академию. Там будем работать с вами. Но большинство людей вообще выехать никуда не могут и по финансовому состоянию эта система для вас идет в режиме бесплатном для кораллового клуба пожалуйста занимайтесь собой занимайтесь другими занимайтесь укреплением здоровья своих родственников своих близких своих детей своих родителей это очень очень важная история и мы постараемся в течение этого года дать вам максимум информации о том как это делается из сегодняшнего вебинара вам надо запомнить только то что диагноз поставить трудно реально трудно врачи ни при чем тут просто трудно потому что эмпирическая медицина она не системная наука она формировалась годами веками тысячелетиями и в принципе есть к ней вопросы процессы которые мы с вами будем обсуждать это чистая наука здесь ничего не научного нету мы будем суждать как синтезируется соединительная ткань чтобы не научно тут все абсолютно научно да поэтому постепенно мы с вами все это изучим но это будет постепенно на сегодняшний день я считаю что моя задача более менее выполнена я вам показала как все непросто и куда надо идти идти надо на процессы здорового организма к счастью мы их знаем дайте мне пожалуйста обратную связь все ли вам понятно было то что я вам сегодня рассказывала потому что мне как педагогу нужно обязательно понять выживаемость знанию студентов как как делаете выдыхательную гимнастику значит давайте так мы конкретно помять по методам по методикам будем делать отдельно мне проще повесить гимнастику которую так сказать которая мне нравится и мы посмотрим нами по бутейка и задерживать дыхание на вдохе и на выдохе теперь говорят что надо глубоко дышать кто прав любом и тоже с вами об этом поговорим отдельно немножечко потому что это отдельная тема это отдельная продышки будникова но скажем так дыхательная гимнастика около 15 видов я все что я говорила я вам посоветую не делаю противогазе противогазе 20 минут это очень тяжело аксисайз но хорошо замечательно замечательно дайте мне пожалуйста обратную связь понятно ли вам было все то что я вам сегодня рассказывала и мы с вами на этой оптимистической ноте расстанемся вебинар будет здесь висеть поэтому можете приглашать на него своих друзей так понятно да спасибо и вам спасибо так павел нам задал вопрос можно ли пропивать воду с уксусом курсом вегетарианской диеты на две недели дополнительные черного ореха так ну нет конечно буду с уксусом но ни в коем случае пропивать нельзя но ни в коем случае кислота это очень серьезная история и кушать можно можно кушать нам ну например с бальзамическим уксусом салат но пропивать воду с уксусом ну просто ни в коем случае нельзя все такой поверхность гастрит поверхностный гастрит это разрушение слизистой оболочки желудка и виноваты в этом как минимум горячая виноваты в этом бактерии, виноваты в этом хеликобактерии, виноваты в этом некачественное прожевывание пищи, несовместимые продукты, шипучие напитки, кислоты, которые сжигают вот этот поверхностный слой. Начиная день коралловой воды, чувствую себя отлично. Абсолютно правильно делаете. Абсолютно правильно делаете. Ну, я поняла, что вам более-менее понятно. Значит, если у вас будут вопросы, значит, вы можете в режиме годовой программы задавать их прямо. Там есть обратная связь у нас. Там есть чат, форум. Поэтому, пожалуйста, пишите свои вопросы. Мы будем постепенно на эти вопросы вам отвечать. Я с вами сегодня прощаюсь до 14 числа. 14 числа у нас будет второе занятие в режиме годовой Академии Здоровья. Мы желаем вам здоровья не только на год, на всю оставшуюся жизнь. До свидания.